Прошел год со дня гибели 19-летней Елизаветы Забниной. Сотрудник уголовного розыска Иван Кузнецов был рядом с родителями Лизы. Именно в тот момент, когда они узнали, что их девочка, умница, отличница, убита. Обстановка, конечно, была тяжелая, именно эмоциональная, эмоциональная. Там еще младшая дочка, которая ревела и никак не могла успокоиться. Маме мы сразу же с папой сказали, мы найдем его, кто бы он ни был. Вскоре подозреваемый в отделе полиции писал чистосердечное признание. Причем в нюансах, в красках, во всех подробностях, о которых даже сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место совершения преступления Следственного комитета, просто не догадывались. Признался в совершении преступлений, а именно в изнасиловании, и в убийстве, сопряженном с изнасилованием. В дальнейшем подозреваемый, а позднее обвиняемый, фактически отказался от показаний данных им в ходе явки с повинной. Мы связываем изменения его показаний в ходе следствия в связи с избранной новым его защитником методикой осуществления защиты. С начала расследования к уголовному делу было приковано внимание большого количества журналистов. Обвиняемый восходящая звезда Александр Килин снимался в сериале «Реальные пацаны» в фильме «Географ Глобус Пропил». Александр познакомился с Лизой в баре. Ночью они вдвоем ушли из заведения. Утром девушку нашли мертвой. Слушание в Пермском краевом суде проходило с участием присяжных заседателей. Вердикт. Подсудимый виновен и приговорен к 18 годам заключения в колонии строгого режима. 23-летний молодой человек не теряет самообладание. У вас силы есть на дальнейший жизненный путь? Ох, у меня сколько сил. Их стало еще больше. Верю, что справедливость восстановится. Я вернусь домой к маме с папой и продолжу свою актерскую карьеру. Приговор в законную силу не вступил. Лариса Колчанова, Тимофей Салов, телекомпания Ветта.